добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль defender range rover land rover defender 2005 года выпуска на этом автомобиле установлен дизель 2.5 полный привод на механике заменим мы сегодня на нем передние тормозные диски и передние колодки для этого мы сейчас поднимаем автомобиль снимаем оба передних колеса здесь произошла такая ситуация оборвала на внутренней колодке с правой стороны накладку при том колодка стоит оригинальная но человек уже не стал нигде по дороге заезжать просто поехал потихонечку до дому но при этом уже знали что тормозной диск будет убит и заказали оригинальные тормозные диски и оригинальные колодки поднимаем снимаем колеса и смотрим что там и как гайки здесь колесные на 27 вот видно наружная толще внутренняя тоньше этот как раз сносила колодкой с этой стороны видно саму колодку что внутренняя находится без ферридо его сорвало и стянуло вниз человек сдавал назад тормознул говорит и педаль провалилась после этого нажал несколько раз на тормоз тормоза горит появились или проваливаться перестала вот так примерно и предположили что вот такая неприятность произошла ладно снимаем штифты вытаскиваем колодки здесь шплинты стоят обычные не пружинка а шплинт такой обычный шплинт также снизу вот теперь можно штифты вытаскивать оба здесь пружинки шплинт И вытаскиваем колодки. Для этого возьмем немножко отожмем колодку. И вытаскиваем колодки. Здесь тоже на колодке буква Л. Вот здесь тоже видно, накладка пошла отрываться. Трещина с одной стороны, но здесь мелкая, а здесь больше. Камеру уберу, здесь пока неудобно. Трещина с другой стороны. Утопим сразу поршеньки на место. Сейчас их отведу, чтобы можно было съемник вставить. Вот я думаю струбцина зайдет. Добавляем. 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 Так, ну что, я поршеньки раздвинул. Теперь мы откручиваем, ослабляем вот этих 5 болтов. Для этого мы через вентиляцию фиксируем отверткой тормозной диск. Головкой на 17, ослабляем эти болты. Здесь под колпачком у нас... Здесь под колпачком у нас... Стопорное кольцо на привод. Мы его снимаем. Открутил болты. Болты здесь длинные. Все на герметике. Еще не откручивались. Герметик родной. Увал у нас ушел. Крышку мы снимаем. Здесь упали две шайбы регулировочные. Вот здесь вот устанавливаются под стопор. Здесь у нас прокладочка. А нет, не прокладка. Локтайт был. Герметик. Вот локтайт мы и намажем обратно. Вот она у нас гайка. Гайка эта у нас зажимает подшипник ступицы. Ступицу нам надо будет снимать, чтобы открутить тормозной диск. У нас тормозной диск к ступице прикручен сзаду. Почему? Вот это все и разбираем. Также нам надо сейчас открутить сам суппорт. Сзади открутим болты и уберем суппорт на рычаг. Посмотрел суппорта. Наружные суппорта. Поршеньки топятся нормально. Внутренние суппорта с обоих сторон. Поршеньки до конца не уходят. Придется заказывать ремкомплект и перебирать суппорта. Что-то где-то подклинивает. То ли грязь не дает, то ли внутри грязь. И главное и слева, и с правой стороны. Ладно, сейчас мы откручиваем суппорта. Суппорта крепятся двумя болтами к цапфе. Ну, не к цапфе, а к мосту. Коркуса моста. Болты головка на 13, 12-гранные. Я их предварительно уже сорвал. Теперь мы их просто докручиваем до конца и снимаем. Но у нас шланг тормозной крепится на скобе. А скоба прикручена на крышку верхнего подшипника. вот здесь вот на мосту сверху. Чтобы не откручивать эту крышку и не марать. Ну, как говорится, чтобы грязь у нас не насыпалась в подшипник. Я ее откручивать не буду. Я откручу от тормозного шланга трубку. Вот здесь вот, которая у нас идет на суппорт. И уже ее сниму вместе с суппортом. А потом прокачаю тормоза. Благо, вакууматор есть. Особо не надо будет мучиться. Вот такой вот бут. И снизу такой же. Все, суппорт у нас откручен. Теперь откручиваем шланг. Здесь у нас на 11. Возьмем вот такой разрезной ключ. Пошел. Даже зажимать не пришлось. Ставим снизу тазик. Снимаем суппорт. С этой стороны у нас ступица крутится нормально. Мягенько. Без шумов. А вот с другой стороны. Я здесь тоже разобрал. Здесь у нас есть шум. Такое впечатление, что подшипник сухой. И здесь на гайке внутри коррозии вода попала. Сейчас будем снимать, посмотрим подшипники, есть ли раковины на них. Возможно тоже придется менять. Откручиваем. Откручиваем гайку ступицы. Съездил, взял головку надул. Здесь на 52 гайка. Головка была только под единицу. Пришлось брать переходник на три четвертых и вороток три четвертых. Вот такая конструкция получилась. Это головка. Дело техники 53-60-52. Подходит. Это вороток с единицы на три четвертых. И вороток Г-образный. Так. Та-та-та-та. Номера. Номера здесь нету. Ну и откручиваем. Девушки отдыхают. А где нет бровь? Нет. Вот. Это все. А где есть бровь? Снимаем ступицу. Снимаем. Вот таким вот образом снимается ступица. Вот таким вот образом снимаем вторую. Убираем вот этот подшипник, чтобы он у нас не выпал. Смазка на подшипнике чистая. Здесь у нас стоит промежуточная втулка. Внутренний подшипник у нас не выпадет. Берем, переворачиваем ступицу и откручиваем вот этих пять болтов. Здесь головка на 14. Диски у нас под замену, поэтому я их зажимаю в тиски, чтобы они у меня не крутились на полу. Открутил гайки. Возьмем, брызнем здесь ВДшкой на стыке. Даже и бить не пришлось. Она подкисла по кругу. Вся прошла смазкой и она отошла легко. Берем, чистим немножко посадочное. В принципе оно чистое. Чуть-чуть взбодрить его. Новый диск мы будем использовать оригинальный. Такая идет штука. LR 017 952. Вот такой вот диск. Садится спокойненько по смазке. И закручиваем болты. Затягиваем. Все, протянул. Добавляем маленько смазки. И так же добавлено подшипник. Добавляем маленько. Вдох. АПЛОДИСМЕНТЫ КАПЛОДИСМЕНТЫ КАПЛОДИСМЕНТЫ И устанавливаем ступицу. И устанавливаем ступицу. И устанавливаем ступицу. И устанавливаем ступицу. Все, подтянули, отрегулировали. Крутится у нас не зажато, не болтается. Подтянул, ослабил и отрегулировал. Берем ступицу. Здесь пропил, по пропилу тернин. Теперь устанавливаем ступицу. И устанавливаем ступицу. И устанавливаем ступицу. Оригинальные диски стоят. От фирмы Brombo Land Rover XH12. 11-25BB, 55-15AA, Q896. Диаметр минимальный. 22 мм. А, толщина. 22 мм. Фирма Brombo Land Rover XH12. Суппорт наживил. Протягиваем. Также чистим здесь. Протираем. Обезжириваем. Чистим крышку. Мажем тонким слоем лактайда. И устанавливаем крышку. Почистил и ступицу, и крышку почистил. Сейчас берем, обезжириваем. И то, и то. Вот такой обезжириватель. Лактайд у меня в шприце. И размазываем. Здесь толстый слой не нужен. Тоненький. Равномерно его наносим. И одеваем крышку. Наживляем болты. И затягиваем их. Так, все, болты я подтянул. Устанавливаем вот эти две дистанционные шайбы здесь идут. И устанавливаем стопор. Вот таким образом болтом натягивал вал. И установил стопор. Эти шайбы выбирают свободный зазор. Они по размеру подбираются. Теперь устанавливаем новые колодки. Новые колодки мы будем использовать оригинальные. SFP-300260. Здесь идут в комплекте 4 колодки. А также идут 4 новых пружины. И 4 новых шпринта. Устанавливаем. Если я все правильно понимаю, вот эти пропилы устанавливаются снизу. По ходу движения тормозного диска, как входящие. Устанавливаем одну колодку. И устанавливаем вторую колодку. Я предварительно штифты почистил щеткой по металлу. Заводим его в колодку. Одеваем пружину. И заводим во вторую колодку. Также и второй штифт. Устанавливаем новые шпринты. Разгибаем. Все. Обе колодки мы установили. Пружинки установили. Спринты установили. Расплинтовали. Теперь. Закрываем здесь защитный колпачок. Land drawer. Аналогичным образом мы меняем сейчас вторую сторону. На одну замену тормозных дисков передних и тормозных колодок. Мы закончили. Всего вам доброго. Поехали. С識ись. Известили на ее. Возвращемся к маршimag WWE. Поехали.